Привет! Что ты сейчас посмотришь? Сразу скажу, что в этом видео не будет прям конкретно непосредственно битмейкинга или видеоуроков. Но! Не торопись выключать это видео, потому что я думаю, что тебе будет интересно посмотреть на мой первый опыт взаимодействия с битстарсом. То есть не зря название «Стас покоряет битстарс». То есть я попытаюсь... Ну, покорить это сильно сказано, это же все-таки кликбейт, мы же все-таки на ютубе, я надеюсь, что ты меня понимаешь и не будешь сильно ругать за этот кликбейт. Но, в любом случае, я попытаюсь что-нибудь сделать на битстарсе, то есть поиметь там какой-нибудь успех, скажем так. И я надеюсь, что тебе будет за этим интересно подоблюдать. А если даже по итогам хрена с этого ролика у меня ничего не получится, то тебе хотя бы будет прикольно понаблюдать за тем, как я обгажусь в эфире. Ладно, об этом мы узнаем позже. Итак, что будет в этом видео? В этом видео я расскажу о именно своем первом опыте взаимодействия. И, скажем так, по итогу ваших лайков, комментариев, дизлайков, всего такого, я решу, стоит ли продолжать эту рубрику. А именно, поскольку это как бы старт, то на этом старте ваша поддержка для меня будет крайне важна. Первое, что нам понадобится, это, конечно же, биты. Всего я подготовил их 5 штук для того, чтобы разобраться вот со всей этой фигней. Теги, хереги, постинг, аккаунты, вот это, все вот это ерунда, с которой нужно было разобраться, все это отработать. Как постить там на SoundCloud, на битстарс, на YouTube, там, в Instagram, который, кстати, я еще не завел, но заведу в следующем видео. Ну, только если вам понравится этот ролик, и тогда я буду снимать следующее видео. Короче, вот у нас есть бит, он довольно простой и довольно хорошо визуализирован, то есть понятно, где что. Что дальше? Нам нужно сделать трек-аут. Зачем это сделать трек-аут? Потому что на битстарсе необходимо заливать трек-аут, когда ты публикуешь трек. Возможно, это не так, но я так понял, что это необходимо. И как делать трек-аут? И главное, когда делать трек-аут? Я рекомендую, что как только вот ты конкретно понял, что этот бит готов, что ты не будешь вносить туда никаких изменений, то вот тогда делай этот трек-аут. То есть сразу, как этот момент наступает, скажем так. Не надо ждать там, вот, сначала залью в ВК, там, потом залью туда, потом только сделай трек-аут. Нет. Потому что когда придет чувак, который готов заплатить тебе деньги, тебе необходимо иметь этот трек-аут под рукой. Как его сделать? Очень просто, но очень муторно и долго. Вот идем на мастер, вот на озоне мы делаем максимизацию не такую жирную, как я делаю ее обычно, а такую вот мягенькую, чтобы у нас появился, о боже, великий хедрум. Необходимая штука, за которую все ругают битмейкеров, потому что обычно у битмейкеров все вот так. То есть все упирается на мастере в ноль, и это неправильно. Когда мы делаем трек-аут, мы делаем трек-аут вот таким вот образом, чтобы на мастере громкость доходила там минус 3, там минус 6, не знаю. Знающие чуваки сейчас меня обосрут в комментариях, конечно, скажут, что это все ерунда, но такой хедрум лучше, чем никакого хедрума. В итоге, ты сначала делаешь полностью готовый бит, потом жмешь File, Save as New Version и сохраняешь свой проект в новой версии, чтобы сохранить старый звук и сделать новый звук с уже разжатым мастером. После этого идем на микшер, выделяем один канал и делаем рендер, то есть File, Export, WAV File. И еще очень важный момент, если у вас кик засайдчейнен через лимитер куда-то, то вам нужно будет эти каналы отключить, то есть это будет выглядеть вот так. Если у нас кик бы сайдчейном отправлялся на канал пиано, то это выглядело бы вот так, и то есть если вы рендерите дорогу кика, выделив его с помощью альта и правой кнопкой мышки, там будет и пианино. Просто солируем кик, проверяем, что кроме кика не звучит ничего, что вы сделали хедрум, и после этого рендерим и так каждую дорожку. Трекауты теперь это моя больная тема, потому что я, вот представьте, сделать 5 трекаутов подряд, это же нужно потратить полторы недели времени. Вот почему роликов давно не было? Потому что я трекауты делал, это просто такой муторный процесс, я не могу, это ужасно. Уф, выговорился. Мы сделали трекаут, и если у вас в плейлисте есть хотя бы один дурацкий звучок, который не отправлен на микшер, то этот звучок будет в каждой зарендеренной дорожке. То есть предположим, что вот этот эффектик не направлен на микшер, тогда если я рендерю кик, этот эффектик будет в дороге кика. После этого я рендерю пианино, и этот звучок будет в дороге к пианино. Далее мы сталкиваемся с небольшим конфузом, потому что в этом ролике мне нечего показать вам никаких результатов. То есть на ютюбе у меня набирается там 2 лайка, 1,5 просмотра на каждом бите. На битстарсе там тоже 1,5 лайка от битмейкеров, и такие типа, о, классно, бро, классный бит, зайди ко мне, послушай мои. Вот это стандартная фигня, то есть как вот у меня в комментах пишут, типа, о, бесплатные биты, дешевые биты, зайди ко мне на канал. Каждый пробивается как может, я это ни в коем случае не осуждаю, но участвовать в этом, честно говоря, не очень хочу. Мы будем пробовать какие-то другие, может быть платные, может быть бесплатные способы продвижения, об этом мы опять же поговорим позже. И в итоге, опять же, мне практически нечего вам показать, но процесс был очень интересным. Под очень интересным, я имею в виду муторным, долгим и скучным, но крайне интересным, потому что, опять же, это мой первый опыт. И я надеюсь, что вы захотите посмотреть продолжение этого первого опыта. Хорошо, вот мы сделали этот трекаут, то есть, опять же, я подписал все дороги, вот у меня есть тут дорога с полным битом. И вот zip архив, что важно, это zip архив, потому что почему-то не у всех есть winrar, а у кого-то даже не win, а там mac, а там вообще уф. Вот архив, то есть у меня надпись трекаут, бит называется вот так вот, такой-то у него темп и такая-то у него тональность. После этого вам нужно завести какой-нибудь Google аккаунт, например. Почему Google? Ну, потому что у всех Google, то есть, если вы идете на BitStars, то Яндексом пощеголять не получится. Короче, они не знают о превосходстве Яндекса, пока что не знаю. Когда появится Яндекс.Эфир, и все забудут про YouTube. Уф, я против блокировки YouTube. Что я несу? Давайте о битах. Вот на моем Google диске вот этих пять трекаутов. Это нужно для того, чтобы в BitStars вы могли при добавлении трека добавить вот сюда вот ваш трекаут. Еще какое-то уведомление. Just now. Только что меня лайкнуло еще два битмейкера, потому что они хотят, чтобы я послушал их биты. Ну, классно. Хорошо, мы сделали трекаут, загрузили на Google диск, но где нам взять визуалку для бита? То есть, как нам ее сделать? А нам ее сделать очень просто. Я покажу вам сейчас очень кратенько свою эволюцию визуалок. Сначала это выглядело вот так вот. Такая вот обычная PNG-шка, которая вот так вот двигается под музыку. Вы скажете, что примерно такую же ерунду можно сделать в FL-видеоредакторе? Я вам скажу, что нет. Именно такую сделать нельзя. Если вам интересно, то я сделаю отдельное подробное видео. Это будет уже туториал, скажем так, о том, как сделать прикольную визуалку через After Effects. Опять же, напишите об этом в комментариях. Если вам интересно об этом узнать, то я сделаю. Потом было бы что-то вот такое. То есть, вот в итоге какая-то такая дурацкая дерготня была. И в конце концов я пришел вот к такому варианту. То есть, вот этот вариант кажется мне на данный момент самым интересным и самым крутым. И я это делаю гораздо проще и лучше, чем я делал до этого. То есть, это тратит гораздо меньше времени, потому что один из подписчиков на втором канале на стриме подсказал мне один интересный плагин для After Effects. Самый важный момент. Где я беру эти картинки? Я их арендую. В Яндекс.Картинках. Потому что Google картинки не позволяют получить доступ к оригиналу и скачать его, а Яндекс позволяет. И теперь момент истины. Прямо сейчас я нажимаю кнопку Upgrade аккаунт. И поскольку все уже подключено к моему PayPal, я отключаю эту кнопку платить за год сразу, потому что это капец как дорого. Я заплачу за один месяц 20 долларов. 20 долларов это почти полтора косаря. Ну теперь у меня есть Pro аккаунт и делать нечего, будем продвигаться, потому что двадцатка баксов сама себя не оправдает. Еще к следующему ролику я постараюсь разобраться в IGTV, в инстаграмных видео, как там тоже что-то там постить, все это связать между собой. В итоге у меня есть готовая сеть аккаунтов, которая загружена по 5 битов. И что теперь? Будем ждать продаж? Что сейчас к нам придут клиенты, сами принесут нам свои деньги. К сожалению, это так не работает. Поэтому мы будем продвигаться. Например, один из способов, который я попробовал, это сделать ремикс на трек и в этом треке разместить ссылку на бит, который ты использовал в ремиксе. Но пока этот ремикс набрал тоже там два просмотра. Но я думаю, что нужно просто делать их регулярно. Я постараюсь сделать как минимум один-два ремикса в неделю. И в итоге я скажу вам, дал ли этот способ хоть какое-то продвижение. Потом мы попробуем в том числе и платное продвижение Битстарса. Короче, это все будет очень крайне интересно. И самое главное, это личный блог. И опять же, пока не до конца представляю, как это все будет выглядеть. Если у вас есть интересные идеи для этого, то напишите об этом в комментариях. Вы можете предлагать способы для продвижения интересные. Я могу проверять на своем собственном опыте и говорить вам, какие есть достоинства, такие недостатки. И самое главное, вы, наверное, ждете этого дурацкого вопроса. Будут ли курсы по продвижению? Да нет, не будет. Потому что это личный блог, это не видеоурок. Вот это все для меня, это целый новый мир. Как там вот именно биты продвигать через YouTube, через Instagram и через Битстарс. Я этого никогда до этого не делал. Я решил сделать это так, чтобы вам можно было на это посмотреть. А если вам нужны курсы по продвижению, то есть канал Bitmaker FM, который до этого назывался Bitmaker Marketing. В конце концов, там куча бесплатной полезной инфы. Это ни в коем случае не реклама. Довольно много всего, что я сделал для того, чтобы вот это все было, подчеркнул оттуда. И еще очень важный момент. Я понимаю, что вам важно это знать. И я это проговорю лишний раз. Мой канал нужен не для того, чтобы смотреть, как я конфликтую с всякими... Саради... Что? Стоп. Саради... Видимо, на этом канале я абсолютно всех в разумных пределах любви уважаю. И даже тех, кто использует любые Bitmaking. Как вы уже поняли, это новая рубрика. И если вам интересно посмотреть, что будет дальше, а мне самому очень интересно, то напишите в комментариях, опять же, предложите какие-нибудь способы продвижения. Предложите, что мне сделать. Предложите что-нибудь интересное. И напишите, как вам понравилось. Готовы вы дать мне немножко кредита доверия посмотреть вот этот первый скучный пилотный выпуск, чтобы в конце у нас был контент, чтобы в конце было интересно и круто. Короче, всем пока. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте что хотите, пишите. В общем, если видео понравилось, не понравилось, это ваше дело. Ну, я надеюсь, что вам будет интересно. Пока.